Добрый вечер! Сегодня среда, 7 часов вечера. Начало космосоведение диалога православия. Мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, можно задать их по телефону прямого эфира 56-714-40-714-50. Священнику Русской Православной Церкви, настоятельу Николу Беряковского монстря, Игумену Евмению. Отец Евмении, добрый вечер! Добрый вечер! С Великим Постом всех! Да, уже совсем скоро Пасха приближается. В это воскресенье будет вход Господа в Иерусалим. Предлагаю начать со слов Спасителя, как обычно, с того отрывка евангельского, который будет читаться за богослужением. Мы с вами будем читать на русском языке с переводом, да, чтобы было понятно, ну а в храме на церковнославянском. Итак, пожалуйста, это Евангелие от Иоанна, глава 12 стихи с 1 по 18. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов-Искариотский, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, что озаботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первые священники же положили убитие Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Асанна, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Да, итак, послушали, отрывок Евангелия, какой для нас главный вывод мы должны сделать? Ну, здесь очень многоградное такое Писание Священное, которое мы сегодня прочитали, и здесь множество выводов. Здесь и выводы о том, что, конечно же, Господь воскрешает, как вы видите, и умерших, то есть и нас воскресит. Здесь и выводы о том, что отношение к Господу может быть неоднозначным. Даже при виде чуда народ в Иерусалиме разделился на две части – на тех, кто уверовал, и тех, кто, наоборот, стал думать, как бы убить и Господа, и Лазаря заодно. Здесь и то, что, конечно же, мы перебрали такие основные исторические события, но здесь можно и увидеть духовный такой подтекст, что Господь, Он ведь входит в душу каждого человека, и то, как душа его воспримет, оно отражено вот в этом евангельском тексте. То есть мы можем, увидя чудо Божие, проникнуться и впустить веру в Бога в сердце своё, а можем не проникнуться и сказать, ну, да нет, это какая-то случайность, ну, что-то такое необъяснимое, ну, потом как-нибудь наука это, наверное, объяснит. И не проникнуться верою в Бога и не впустить его себе в сердце. То есть здесь мы это всё ярко видим. Ну, и, конечно же, удивительным образом мы видим, что среди самых ближайших учеников Господа, двенадцати апостолов, которых Он сам избрал, был Иуда, который, прямо здесь мы читаем, был вором. То есть он ходил рядом с Господом, он видел чудеса, которые Господь творил, он слушал те проповеди, которые Господь говорил всему народу, в том числе и апостолам. Он считался апостолом ближайшим, то есть учеником Христа ближайшим. И, тем не менее, был вор, а потом ещё и предателем стал. Удивительно, вот это в переносе на наши события часто меня спрашивают, а как Господь вот сейчас выпускает такое. Ну, если Господь есть, вот почему Он попускает быть, ну, тем или иным каким-то нехорошим людям, да, самому там сатане, бесов? Почему Он бесов вот не возьмёт и не изгонит из этого мира? И мы будем жить припеваючи, да, как некоторым кажется. Ну, вот посмотрите, Господь даже рядом с собой, вы думаете, что Он не знал про Иуду? Знал, и часто Ему говорил предостережение, что лучше бы не родиться тому человеку, который предаст Господа. И несколько, что один из вас сатана, то есть вот Господь так намёками Иуду предостерегал, чтобы он не пошёл всё-таки на этот свой выбор, на то предательство, на те шаги против Господа, которые, ну, конечно же, были навеяны страстью и сребролюбия и другими его внутренними такими комплексами. И, конечно же, мы это видим, если Господь даже рядом с собой допускал быть такому человеку, жить ему рядом с собой, то, конечно же, и здесь, и в нашем мире всё это так же Господь попускает, чтобы это было, и в этом есть определённый смысл, премудрость и какое-то промыслительное действие Божье. И в этом тоже есть, что он не убирает из этого мира зло, хотя бы мог, конечно, это и сделать. Об этом мы видим и в другом евангельском чтении, где о сеятеле речь идёт, что вот посеял Господь семена и взошла пшеница, но среди них взошли и плевелы, то есть сорняки. И ангелы сказали, Господи, повели нам, и мы вот все сорняки сейчас просто прочистим, ни одного не останется, одна пшеница останется. На что Господь ответил, нет, пускай всё возрастёт, потому что, когда вы будете выдирать сорняки, вы можете и пшеницу выдрать вместе с ними, ну, не отличив её, потому что многих из людей начало жизни грешное, а конец жизни святой. И если бы ангелы, видя их начальные стадии жизни, они бы их уничтожили бы, убрали, а таким образом не могли бы эти люди спастись, потому что у них спасение пришло только в конце жизни. Ну, прямой пример из Евангелия, опять же, мы помним того разбойника на кресте, который первым вошёл в Царство Небесное, он до смерти буквально, там, минуты оставались до смерти, и за эти минуты он спасся, он превратился в пшеницу, хотя был злостным сорняком, как все знали о нём, и даже был приговорён к смертной казни за злодеяние, он разбойник был. И тем не менее, всё равно спасся, был приравнен к пшенице. Вот поэтому Господь и попускает быть злу, потому что часть из злых людей становится добрыми. Но нам рассчитывать на последние минуты не стоит, да, мы с вами уже говорили, потому что мы не знаем, в какой момент нас ожидает смерть, да, и не ждать, как некоторые говорят, а сейчас пока погрешу, а потом в старости покаюсь. Ну да, на пенсию выйду и буду ходить в церковь. Ну, конечно же, это очень неразумный подход, почему? Потому что мы не знаем, когда мы умрём. У нас, особенно с сегодняшними событиями, там, с ковидом и с прочими всякими моментами, человек может очень быстро умереть, хотя ему там всего-то там 35 или 40 лет. Раз заболел, через две недели уже на кладбище. Ну, вспомните, там, Жириновского. Восемь раз он вакцинировался и что-то всё равно умер. Поэтому надо всё-таки быть, на мой взгляд, реалистом и исходить из того, что, не зная, когда я умру, я должен быть готов всегда к тому, чтобы предстать пред Богом. Всегда должен быть готов и всегда делать только то, что для моей души полезно. То есть, всё-таки к пшенице себя причислять, а не к сорнякам. Да, ну и по поводу бесов, как мы говорили, да, тоже уже в передаче, что они нам служат своеобразными тренерами, да, которые, потому что если у нас всё будет хорошо, если у нас не будет искушений, то нам и Господь-то не нужен. Ну, действительно, то есть мы, не задумываясь над этим глубоко, но мы понимаем, если вдуматься, что без подыскивая наши слабые места, он же пытается нас поймать на наших немощах, слабостях. Там, где мы сильны, он к нам не подходит. Но когда он ловит нас на каких-то слабостях, он показывает нам, вот здесь ты слаб, вот здесь тебе надо поработать. Таким образом, он как тренер нам показывает то, в чём мы должны поучаствовать, внутри себя или вне себя какой-то добродетель приобрести, с каким-то пороком, так сказать, побороться. Для этого лукавый, то есть он фактически помогает нам спасаться, как это ни странно звучит. Вот здесь Господь его и в том числе по премудрости божественной тоже сохраняет, оставляет для нашей же пользы. Да, Господь попускает зло, зная, что из него потом будет доброе что-то. Ну и общеизвестная такая фраза, что Господь только то зло попускает присутствовать в этом мире, которое потом он обратит в добро. Ну, теперь мы с вами детально всё разбираем нашу притчу. Что это за такое поселение Вифания? Это поселение сейчас находится в Иерусалиме, это пригород фактически Иерусалима. Но сейчас это всё срослось, то есть это как будто один город, и он находится на горе Елеон, только с другой стороны. С одной стороны Иерусалим, гора моря, гора Сион, на которой располагается Иерусалим. Между ними Кедронское ущелье, реки Кедрон, так называемый, вот этот поток был. И гора Елеонская через мак, который переваливаешь, попадаешь как раз в Вифанию и Вифагию. То есть это километра три от центра Иерусалима, если так, в километрах это всё измерять. То есть это и то место, где жил Лазарь, и даже ступеньки сохранились, по которым Господь сходил с этой горы Елеонской, чтобы подняться на гору моря и войти в храм Соломона, на которой, собственно, и он стоял, на горе моря. А там, где встретила Марфа и Мария Господа, когда Лазарь умер, там это тоже место тоже есть, и даже та мостовая, по которой Господь шёл, сохранилась, как это неудивительно, рядом, прямо с пещерой. И пещера Лазаря сохранилась. Удивительно. И это просто то место, чудесным образом сохранённое Господом, из которого Лазарь вышел, обмотанный пельнами. Он четыре дня в этой пещере находился, в том числе и я в эту пещеру опускался, и всякий паломник, который приезжает в Иерусалим, он обязательно это место посещает, тем более, что оно недалеко от центра Иерусалима. Да, и согласно Евангелию от Луки, вознесение Господа тоже произошло из Вифании. Ну, как раз с маковки горы Елеонской, то есть это Вифания, она тоже занимает и маковку. И там в дальнейшем царица Елена построила такой храм большой, и сейчас там монастырь находится женский. То есть это место сейчас отмечено там, где Господь вознёсся. Даже, как говорят там, в камне отпечаток стопы сохранился Господа. Ну, вот такая прям ямочка, которая приходит, и люди прикасаются, прикладываются к этому месту, где апостолы видели возносящегося на небо Господа. В том числе и яд был грешный на этом месте. Удивительно, но это всё сохранено. Правда, принадлежит мусульманам. Почему гора называется Елеонская? Ну, от слова елей, да, но, конечно же, не елей по ней идёт. И масличная она тоже так же. Да, и масличная, и елеонская – это синонимы. Елей и масло – это слова-синонимы. Потому что на Святой Земле, кроме, как у нас, яблоки, там всякие другие фрукты, там ещё сажали в садах деревья, которые дают елей при Аджиме, те самые маслины, их, ну, кто не ел маслин, да, вот чёрные маслины, они и сейчас там растут. И даже место, где был моление о чаше, камень, на котором Господь молился, и пот у него был, как капли крови, те маслины, под которыми он молился, они сейчас растут, они такие в два или в три обхвата, огромные деревья, которым вот уже две тысячи лет. До сих пор часть этого сада сохранена, ну, и новое что-то подсаживается, поэтому елеонская гора, она называется от того, что она вся была засажена маслинами. Откуда шёл Господь, Ифани? Ну, Господь, Он проходил все земли с Палестины, чтобы посетить как можно больше селений, которые разбросаны по всей земле палестинской, такими прям пятачками. И в данный момент он шёл с Иерихона, который находится намного ниже, то есть он как бы в гору поднимался. Ну, шёл уже в Иерусалим, да? Да, шёл в Иерусалим, то есть сам Иерусалим, он на горе находится, как я уже сказал, на двух горах Сион и море, а Иерихон находится на такой впадине суши на глубине 400 метров от уровня моря, то есть это долина реки Ордан, это Мёртвое море там рядышком, Иерихон, город и сейчас существует, Иерихон, только новый, не тот, который был разрушен ветхозаветным народом израильским, а на новом месте был построен, и именно в этом месте рядом с ним находится та купальня, место крещения, где Иоанн Креститель крестил людей, в том числе и Господа крестил. Вот из этого места с Иерихона, где он и Заксея Матаря встретил на дереве сидящего, это дерево Заксея Матаря сейчас так же высохшее, правда, но существует. Естественно, Господь шёл пешком, это, ну не знаю, часов, наверное, шесть пешком оттуда идти, очень далеко, повторюсь, это в горку постоянно, и если это ещё и жаркий климат учесть, то достаточно сложный переход такой. Сейчас там на автобусе доехал и не заметил, а тогда это было очень трудно, тяжело, и пыль, и солнце, и отсутствие воды, всё такое накладывало очень тяжёлое, такое, так сказать, впечатление на эти переходы. Но, тем не менее, Господь везде ходил пешком, нигде Он не садился ни на лошадей, ни на верблюдов, никаких там повозок не использовал, только пешком по всей земле израильской Господь прошёл своими ногами, и этим Он также её осветил. Господь участвует в вечере, да, которому готовят там и Лазарь, и сёстры его, и Есим. И вот удивительно тоже, да, здесь и Лазарь, который там был мёртвый, теперь он лежит на этой вечере, да, и Симон Прокажённый, который тоже... Он не лежит, но сидит он так, или возле лежит, то есть поймут, что лежит мёртвый, он живой. Живой, да. И тот же Симон Прокажённый, который от проказа Господь его излечил, то есть тут такая интересная компания подобралась, да. Зачем нам вот этот эпизод вообще так рассказывается подробно? Ну, конечно же, для того, чтобы люди, которые, ну, ещё не воцерковлённые, видят, что реальные чудеса, вот здесь происходившие, и среди этих людей, которых он одного излечил от неизлечимой болезни проказа, а другого вообще от смерти излечил, когда человек это читает, и потом ещё Лазарь был епископом на Кипре, ещё там жил, потому что ему всё-таки пришлось убежать из Иерусалима. Мы вот здесь прочитали, что задумали людей его убить, и чтобы его не убили, он убежал на Кипр, и там был епископом. И там его тело хранится, мощи святые, мощи к ним можно приложиться, к мощам святого Лазаря Четверодневного. То есть он второй раз уже умер, но его Господь уже второй раз не воскресил. Соответственно, здесь это происходит, вот такое собрание чудес, только для нашей пользы, для того, чтобы мы уверовали во Христа. Кто-нибудь может назвать хоть одного фигуранта исторического, какое-то лицо из истории всей человеческой расы, который столько чудес творил. Да еще каких чудес! Который воскрешал, исцелял бесноватых, так сказать, изгонял бесов, ходил по воде, пятью хлебами, там, пять тысяч людей накормил, и прочее, прочее. И что в конечном этапе он сам себя еще и воскресил. Ведь крест, римское орудие казни, это ужасное орудие, смерть на нем очень тяжела и длительна, и человек просто истекает кровью, и когда его с креста снимают, он уже никаких надежд на воскрешение нет у человека, тем более, его еще и пронзили копьем для уверенности, что он точно умер. И тем не менее, вопреки всему этому, то есть он истек кровью, он задохнулся на кресте, он был пронзен копьем в сердце, а он взял и воскрес. Можно назвать хоть одну еще фигуру из человеческого рода, которая столько всего совершила? Причем это все подтверждено фактами историческими, я повторюсь, тело Лазаря Четверодневного и сейчас можно к нему приложиться, как вот мы прикладываемся к мощам Серафима Саровского, Сергея Радонежского, Александра Свирского, вот можно и к Лазарю Четверодневному также приехать, поклониться, приложиться к его мощам. Это для нашего уверения, для нашей укрепления веры. Ведь еще апостолы просили, Господи, умножь в нас веру. И Господь, зная, что наша вера слабая, Он вот окружил себя такими линиями. Вечером. Это был обычный ужин или они какое-то уже событие праздновали? Ну, это же любая вечеря предпасхальная, она подразумевает вкушение Агнца. Это традиция такая ветхозаветная в память о исходе из Египта. Поэтому здесь также был еще и религиозный смысл этой вечери. То есть их праздник был, да? Да, не просто они собрались там чайку попить или там покушать, но это еще и религиозная была смысловая нагрузка. Это все, это праздник, причем многотысячелетний праздник, скажем так. То есть это из Ветхого Завета традиция пришла вот в те времена, когда жил Господь Иисус Христос на земле. И он эти все законы ветхозаветные исполнял, в том числе и вкушение Пасхи и Агнца. Одна из сестер, мы читаем, Мария, взяв фунт народового чистого драгоценного мира, помазала ноги Господа, отерла волосами свои ноги его. У других евангелистов мы читаем тоже такой эпизод, что тоже пришла женщина, но там она была грешница, в которой дела были яваны. А здесь, Мария, мы знаем, благочестивая была девушка. То есть это разные эпизоды описываются? Да, это разные. Женщины, которые даже по своему жительству различаются. Там грешница, блудница, а здесь благочестивая сестра Лазарь, которая не выходила практически из дома, и было добропорядочное поведение, и ее никто не считал блудницей. Мы это из Евангелия видим, что их всех уважали, и Лазаря иудеи уважали, и сестер его уважали, и даже приходили их успокаивать. Блудницей никто бы не пришел успокаивать. Там, в том месте Евангелия, где блудница помазала нардом, то есть миром Господа, мы видим, что один из иудеев подумал, что если он пророк, почему он допускает для себя прикосновение блудницы. Ведь она по законам Ветхозаветной Церкви прикосновение даже блудницы оскверняет человека. Если бы он был пророк, подумал этот Симон, он бы знал, кто к нему прикосновится. А здесь этого даже, такого вопроса не стоит. Поэтому это разные люди, разные женщины, конечно же, здесь, ну, сколько, по-моему, три раза помазали Господа, и здесь он как раз сказал, что это уже для того, чтобы приготовить к смерти мое тело. То есть, опять же, традиционные, из поколения в поколение, передаваемые иудеями, такой, как бы, чин после смерти, после погребения, погребали не в земле, а в пещерках. Поэтому открывали пещерку после определенного там, ну, если не сразу, то через день, через два приходили и помазывали определенным там маслом. Это смешение там сока алоэ, смирный, там розовых масел, то есть, чтобы это было и благоуханно, и в том числе еще и такой, ну, дезинфицирующий, потому что сок алоэ, мы знаем, он дезинфицирующий. Так вот здесь мы знаем, что Господа никто не помазывал после смерти. Его просто положили в гробе, потому что был праздник, и на следующий день только хотели пришли мироносицы помазать тело, но тела уже не было. Он уже воскрес, Христос. Поэтому он, так сказать, это все перенес на до смерти помазание свое, промыслительно вот так это сделав. Это в конкретном случае. А в других случаях, да, когда там блудница даже мазала, чем вообще нужно было помазание? Ну, когда блудница помазала, она, ощущая свое греховное естество, она таким образом, она же еще и плакала, то есть, мы по тому Евангелию считаем, что она омыла его ноги своими слезами, и отерла своими волосами ноги. То есть, слеза, представляете, чтобы омыть ноги слезами, это как надо рыдать и плакать. А потом еще и на голову вылила еще и мира и Господу. То есть, это было такое проявление любви к Богу и проявление покаяния в тех грехах, в которых она каялась во время этого действия. Ну, это все, наверное, прям какого-то обряда было. Ведь не просто, что так пришла, ну, конечно, конечно же. Мы читаем, что пророков помазывали на пророческое жительство. И царей израильских помазывали на царствование. То есть, возливание... Господь наш сам главный помазанник, да? Да, возливание такой вот мира на главу считалось освящением того или иного человека. И таким образом, как бы, благодать Божия на него сходя, она ему помогала либо в пророческом служении, либо в царском служении. А здесь оба этих служения Господь в себе подъял. То есть, он и как царь, и как пророк, и как сын Божий. Естественно, и он прошел через это же. Вот конкретно через этих женщин. То есть, помазание и ему совершилось. В том числе, на главу ему вылили мира. И в одном из отрывков Евангелия Господь даже похвалил эту женщину. Мы сколько знаем царей, сколько было всяких начальников, их имена неизвестны. Но Господь сказал, что где не будет проповедна Евангелие и все в целом мире, сказано будет в памяти ее о том, что она сделала. То есть, до сих пор, там, 2000 лет, и до сих пор это известно. Мы Марию по-прежнему помним, знаем, что именно она это сделала. Удивительно. Но вот имя женщины-блудницы мы не знаем. Но, тем не менее, ее поступок нашел до нас. Поступок дошел до нее. До нас ее поступок дошел. А поступок Марии, мы знаем и имя ее, и где это было, и родственников ее знаем. То есть, полное информационное, так сказать, сопровождение. Что же такого в этом поступке? Конечно же, любовь к Богу. То есть, Мария и Марфа, и Лазарь очень любили Господа, и Господь к ним приходил как к своим ближайшим друзьям, и, можно сказать, родственникам по духу. И очень их любил, и они его очень любили. И, как и Господь говорил, в Евангелии в другом месте, что тот, кто много любит, тому много прощается. И здесь, через это возлюяние мира, она также проявляла свою любовь, потому что это дорогое удовольствие. Если даже в деньгах оценивать вот этот момент, то это 300 динариев, это огромная сумма была. Почему Иуда так и возмутился, собственно? Он за денежкой, так сказать, следил и тресся над деньгами. И его это возмутило, как же так, столько денег просто так вылить, и все ради чего. То есть он не видел в этом божественного промысла и любви, которую Мария выказала таким образом Господу. Ну и Господь за любовь, да, стократной любовью. Да, воздаяние, естественно, не только тем, что мы ее знаем, но и тем, что, конечно же, она была любимой ученицей Господа, и также вошла в Царство Небесное. То есть в вечности она спаслась, и это тоже, конечно же, Господь вознаградил ее за такое проявление любви к себе. Почему Иуда был не пьяницей, не блудником, а именно вот он был вором? Ну, у каждого человека есть какая-то страсть, которая, ну, основная, что ли, как мы говорим, есть больной мозоль, вот там на пятке, или еще где-то. Вот так каждый человек страдает чем-то одним таким ярко выраженным. Не так часто можно встретить людей, зараженных многими страстями, хотя есть, конечно, и такие. Он и убийца, он и блудник, он и вор, он и разбойник, он там и матершинник и прочее. То есть такой набор. Но вот у Иуды была страсть, обуявшая его душу, сребролюбие, и таким образом он потерял Господа, Бога потерял, потому что заменил Бога на золото, на золотого тельца, то есть на идола. Фактически, сребролюбие – это идолопоклонство, когда человек поклоняется деньгам, и в них видят цель жизни, в них видят свои какие-то моменты власти, или уважения, или комфортной жизни. То есть не от Бога он это все берет, а от денег. То есть на место Господа Иуда поставил деньги, и поэтому был вор. Ну и да, святыецы говорят, что сребролюбие – это корень многих, множества зол. Ну действительно, если мы посмотрим, что человек делает для того, чтобы удовлетворить свое сребролюбие. Он ворует, он даже может убить ради денег кого-то. В любом случае, он завидует кому-то, кто богаче, у которого много денег. Он злобствует, он ненавидит, он осуждает, он клевещет, лишь бы удовлетворить свою страсть. Он на все пойдет, лишь бы вот эта страсть, то есть она как движитель такой его всех желаний, чувств, мыслей и деяний. Движителем является сребролюбие. Может быть, даже если не какие-то греховные такие, страсти, убийства, но даже все его мысли, как сейчас модно, трудоголики, утром, вечером, ночью работают, то есть получается, что все его мысли, вместо того, чтобы о Господе думать, они думают о земном. Да, крутятся вокруг денег. Но это и сейчас, если любого человека, который в банковской сфере или на бирже играет, деньги, он даже по ночам не спит. смотрит там в интернете, а там как курс поднялся, его акции или опустился, он там заработал там или потерял деньги. То есть все его мысли, все его желания вокруг вот этой сферы, к сожалению. Банкиры очень ярко выраженные, вот такие сребролюбцы, к сожалению, они подвержены именно этому. Может быть, не все, конечно, но многие из них подвержены этой страсти и некоторые там по два часа в сутки спят всего лишь для того, чтобы обслуживать свое банковское ячейку, где лежат какие-то акции, какие-то ценные бумаги или там золото, или там какие-то доллары и евро. Особенно если какая-то инфляция началась, так это вообще просто... У нас сейчас телезрители послушают, скажут, что какие-то банкиры, это нас не касается. На самом деле, наверное, у нас сребролюбие касается каждого из нас, ведь кто не думает о будущем? То есть это же тоже, в принципе, греховно думать о будущем, потому что Господь сказал, не забудьте завтра, что не в дне, а мы же все равно на чертный день откладываем, чтобы у нас было обязательно в копилочке, там, ну, там, 50 тысяч, например. То есть все равно это касается каждого из нас, эта страсть. Ну, человек со слабой верой, он, конечно же, не уповает на Бога. У него нету даже мысли о том, что как, обо мне ведь никто не побеспокоится. Прямо многие так открыто говорят, если я сам о себе не побеспокоюсь, никто про меня не побеспокоится. Но Господь про нас беспокоится всегда и всюду. И без Него мы даже дышать бы не смогли, без беспокойства Божьего нас. И тем более, даже так Господь в одном месте говорит, что птицы небесные не сеют, не жнут, а всегда есть, что покушать и где жить. Вы-то лучше птиц, любой птиц, который продается там за две копейки. Маловеры, что вы об этом так задумываетесь? Вот это то, из-за чего, конечно же, мы отступаем от Бога. Мы начинаем играть в эту игру с морковкой, которую надо догнать, которая висит перед носом. Вот это достичь, потом вот это достичь. Вот здесь начинается, не знаю, с каких-то мелочей. А потом, чем дальше человек разгоняется, тем больше у него цели стоит, именно материальных, именно на деньгах основанных. И вот в этой гонке он забывает о Боге, он забывает о цели жизни, он забывает о смерти своей, он забывает там грешит, он не грешит. Он уже об этом ни о чем не думает. У него одно в голове сидит, как побольше стяжать. Некогда думать, да. Почему Господь доверил Иуде-Искариоту, когда он был вором, носить денежный ящик? Ну, Господь же любил Иуду, в том числе, как одного из своих учеников. Он дал ему возможность стать апостолом. Почему? Потому что он видел в нем зачатки качества апостольских. То есть, Иуде были даны таланты апостола. Может быть, даже он был и лучшим апостолом, потому что, как тот же Сатана, он же был лучшим ангелом, а потом вот отпал. Но, к сожалению, Господь также наблюдал, и Он знал сразу, что Он будет деградировать из-за своей страсти сребролюбия. И таким намеком на эту страсть, ну, вот носи. Ими, что ты хочешь, да? Да. Вот носи этот, так сказать, кошелек или там ящик для пожертвований, да? И постоянно Он тебе будет напоминать, чего ты носишь. Ты носишь не любовь к Богу в сердце, ты не слушаешь, как там та же Мария, благую часть избра, да? А Марфа там суетилась по хозяйству. А ты вот обслуживаешь вот этот ящик, и вся твоя жизнь вокруг этого ящика крутится. То есть Он таким образом намекал Иуде, что ты не по тому пути идешь. Как Он намекал ему так же и о предательстве. Так Он намекал и об этой страсти. Через ношение этого ящика. А Иуда, наоборот, ему нравилось это. То есть Его ум работал не себя укоряя, а в поисках удовлетворения страсти. К сожалению, наш ум может нам помогать в жизни духовной, а может мешать. В зависимости от того, куда мы его направим. Ум – это же тоже инструмент, это тоже талант, который… Им можно себя убить этим умом, а можно и очень много добра сделать. Вот в смысле Иуды, он был очень умный человек, но его ум, к сожалению, его привел к аду. Читаем. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Почему они и Лазаря решили убить? Ну да, я уже сказал, что Лазарю пришлось даже в дальнейшем убежать из Иерусалима, аж на Кипр, и там жить всю оставшуюся свою жизнь после воскрешения. Почему? Потому что первосвященники, они ведь знали, что это действительно чудо. Они… Вот представляете, как работает человеческий разум. То есть они знали, что Господь сотворил чудо, которое никто никогда не творил. Не воскрешали четверодневно уже разложившийся труп. Никто никогда. И никто никогда не сможет это сделать в человеческом роде. Только Господь это может сделать. И тем не менее, они пытались об этом факте умолчать, стереть из истории, чтобы никто через этот факт, через это чудо не верил, не уверовал еще во Христа. Они понимали, что опираясь на одно это чудо, огромное количество людей, и мы читаем об этом, что из-за этого приходили и уверовали во Христа. Из-за этого и, собственно, и встретили Христа в Иерусалиме с пальмами и ветвями, зная, что он воскресил Лазаря. То есть они понимали, что это человеку простому невозможно. Поэтому, чтобы убрать это, как сейчас говорят, из информационной среды, чтобы не было ни у кого знаний об этом, они хотели просто убить Лазаря, и все, и концы все в воду. Да нет, да кто вам сказал? Да не было никакого Лазаря. Все это сказки. Потому что, ну, как говорил один из известных исторических людей, нет человека, нет проблемы. А вот есть человек, есть проблема. И ее побороть они какими-то методами, такими простыми, не смогли. Запугать Лазаря, подкупить было невозможно его. Потому что он был честный, искренне любящий Господа человек. Поэтому они просто его хотели убрать. Почему люди брали пальмовые ветви? И что означает слово «санна»? Пальмовые ветви приходят к нам также из Ветхого Завета. Был такой праздник у иудеев, но он и сейчас есть в Израиле, праздник, празднование кущей, когда делали из ветвей такие букеты, и ходили, всех поздравляли в честь исхода из Египта, из рабства ветхозаветной Израиля. И это все пришло и здесь. То есть по аналогии с Богом, с поклонением Господу, который извел из Египта, здесь они увидели пришествие Мессии, который также был предречен пророком Моисеем, что придет Мессия, его служить надо, тот, кто не будет слушать его, тот погибнет. И, зная это, они сделали такие же из ветвей букеты и встречали его по той же самой ветхозаветной традиции. Что, собственно, и мы, когда у нас пальмы не растут, в нашей, так сказать, России матушки, но растут вербы, вот мы вербы рвем и с этими букетами также встречаем Господа. Вход Господний Иерусалим там впрямую, Господь вошел в Иерусалим, а здесь он входит в храм, и это как бы частичка горнего Иерусалима, каждый храм у нас на нашей Святой Руси. Что означает слово «асанна»? «Асанна» — восхваление, радость, одновременно и просьба о спасении, конечно же, к Мессии обращенная, потому что от Мессии все ожидали спасения, но только часть людей ожидала спасения здесь, земного, и только другая часть ожидала спасения вечности, от смерти, и от ада, и от грехов. И вот это «асанна» как раз и восклицание такое радостное, прославляемое и молитвенное. Зачем сейчас вот мы, да, с вербочками, да, с парами ветвями, с какими чаяниями, с какими надеждами вот люди приходят в храм? Ну, перво-наперво, это, конечно же, вспомнить вот об этих событиях двухтысячелетнего давности. То есть мы, если это мы забудем, то тогда... Да, тем более, Господь один и тот же, да, всегда. Да, мы тогда перестанем быть верующими, если об этих событиях забыть. Во-вторых, эта верба, она выражает нашу любовь к Богу и нашу встречу с Ним в храме в этот праздник, потому что Господь, как я и перед этим чуть пораньше говорил, Он входит не только в храм, Он входит еще и в душу человека, верующего, который открывает ее пред Богом. То есть у нас есть даже поговорка такая, что храм не в бревнах, а в ребрах, да, то есть храм у нас еще и внутри, в душе нашей находится, и поэтому вхождение Господа в Иерусалим это и в храм материальный, и в храм души человеческой. Поэтому вербочка это тот знак любви, тот знак веры в Господа и тот знак памяти о происшедших событиях. Ну и кроме того, это же не только память, но и как Господь во все века один и тот же, да, и мы переживаем точно так же для нас это воскресенье будет, как 2000 лет назад, вот в реальном событии. Ну, Господь-то, конечно, Он воскрес однажды, да, Он не воскресает каждый год, но Он оставил нам свое тело и кровь, которые пролил на кресте для нашего спасения, и каждый раз, когда мы причащаемся, мы вот участвуем в этих событиях, в событиях 2000-летней давности. Каждое наше причастие, мы соприкасаемся с тайной вечерей, мы соприкасаемся с Господом и с причастием в Сионской горнице. Вот это, конечно же, удивительная вещь, которую, ну, невозможно человеческим умом осознать, потому что, ну, как Господь может вместиться в грешном теле человека? Господь, который сотворил Вселенную, Его Вселенная не может вместить, а Он вмещается в человеке. Непонятно для нас, с нашим рассудочным таким мировосприятием, но для верующего это вполне естественно. Ну, как же, Господь, Он всесилен, Он захочет и войдет. И в Евангелии мы читаем, что сам Господь говорит, тот, кто будет слушать Меня и исполнять Мои слова, к тому Я приду с Отцом и сотворю у Него обитель. Где? В душе, конечно, обитель сотворит Господь. Вот по этим словам мы, веруя во все это, и понимаем, что и ждем входа Господня в наш Иерусалим, в сердце наше. Господь, как мы уже сказали, все время ходил пешком. Здесь нужен был осленок. С какой целью? Господь, Он же пришел исполнить закон и пророков. А вот эта фраза, что на ослятие въедет Мессия, она пророками была произнесена еще за тысячу лет до его, так сказать, рождения Христа. Естественно, Он для этого, для исполнения этого пророчества, в том числе, Он это совершил. Но в этом есть еще и большой символизм, потому что цари земные, они не ездят на осленки. И даже вельможи какие-то там средней руки, они не ездят на осленки. То есть Господь показывает свое смирение и нетребовательность к каким-то внешним таким человеческим обычаям для возвеличения того или иного человека до уровня, так сказать, как сейчас президенты там ездят, или там какие-то банкир, или еще кто-то. Господь сказал, что мне достаточно этого только для того, чтобы совершилось Писание и для того, чтобы народ, который ко мне придет, видел мое смирение и любовь к нему. То есть он не войной захватывает человечество, а любовью притягивает к себе, смирением своим и кротостью. вот въезд Господень на осляти это как раз показатель смирения, кротости, любви. Ну и подражание Господу, вся жизнь его была такая в смирении, то есть он и в качестве своей матери выбрал, небогатую женщину, из бедной семьи, то есть и родился он в хлеву, да? Ну если перебирать всю его жизнь, то это жизнь человека, не имевшего ни крова над головой, он даже в Евангелии, как говорят, птицы, небесные гнезда имеют там, звери, норы, а сын человеческий не знает, где голову преклонить, то есть даже угла не было у него своего, ни дома, ничего, он всегда жил в чужих домах, и собственно это началось с рождения, он как родился в пещере, которая была общего пользования для всех пастухов, да, используемая пещерка, она сейчас сохранилась, но там храм вокруг нее построен, и так вот от рождения своего до кончины на кресте он везде и всюду был нетребовательным, у него была одна одежда сшитая Пресвятой Богородицей, хитон, у него не было каких-то там дорогих колесниц там или еще чего-то, хотя он мог родиться в семье, как вы понимаете, любого там военачальника или царя, или там богатого человека, но он избрал Иосифа Обручника и Пресвятую Богородицу, тот был просто столер, плотник, а Матерь Божия, ну, как сейчас говорят, домохозяйка, то есть ничего, никаких богатств, никаких власти, А друзья кто? А всех своих апостолов он выбрал из беднейших слоев рыбаков галилейских, да, вот, галилейское озеро, они чем питались? Ловли рыбы, часть рыбы себе на стол, часть рыбы на продажу, даже починивали сети, как сказано, даже новых сетей не было. То есть эти рыбу продали, купили на это хлебушек, вот этим и перебивались, и семью кормили просто рыбалкой, даже образования никакого особо не имели, большая часть из апостолов. И Господь не просто так это сделал, он ведь мог бы выбрать себе ученых, мужей, ну, как волхвы пришли к нему за звездой идущей, он мог волхвов избрать себе в апостолы, но он этого не сделал. Он взял себе самых простых, самых немудреных апостолов. Почему? Потому что в немощи вашей сила моя совершается. Сам Господь об этом говорит. И сила Духа Святого ей не нужна какая-то ученость особая. Он может умудрить любого неоча, посмотрите, Мария Египетская, память которой тоже недавно была. Соответственно, ведь она... Даже сегодня память, четверг, четверг. Она же читать не умела, а когда Зосима, священник, с ней общался, то он удивленно слушал цитаты из Священного Писания. Как это может быть объяснено? Только Духом Святым. Да, главное, наверное, чистое сердце. Осталась одна минута. Пожалуйста, вам заключительные слова к передаче. Ну, входим, так сказать, в горний Иерусалим, Лазарева, суббота будет, потом вход Господнем в Иерусалим, всех поздравляю с этим праздником, и готовимся последнюю неделю поста, Страстная Седмица, уж ее надо попаститься построже, постарайтесь потрудиться для спасения своей души. Помощи вам Божьей в этом. Да, благодарю вас за изменение, что вы к нам приехали, приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания. Продолжение следует...